Люди, которые приветствуют друг друга словами, а вы уже поели. Несомненно самые одержимые едой в мире. Еда была формой бегства от реальности для китайцев на протяжении всей своей бурной истории, а того китайская кулинарная культура и отличается своим многообразием вкусов и богатством ароматов. Она делится на разные группы, которые различаются по способам приготовления тех или иных блюд в зависимости от провинций и регионов страны, а также от обычаев и традиций в каждом из них. Но несмотря на это существует ряд блюд, которые пользуются популярностью на всей территории Поднебесной. Привет, вы на канале Кулинарный Топ, и это подборка 10 самых вкусных блюд китайской кухни. Номер 10. Тофу маа-поу. Это одно из самых известных блюд китайской кухни представляет собой соевый творог тофу в остром соусе на основе мясного фарша, ферментированных черных бобов и чили пасты. Также в блюдо добавляют самый известный ингредиент сычуанской кухни – сычуанский перец. Его яркие и необычные пикантные нотки придают этому блюду абсолютно неповторимый вкус. Белый рис, приготовленный на пару, является идеальным дополнением к этому блюду, но маа-поу тофу можно есть и без него. Номер 9. Остро-кислый суп. Знаменитый суп родом из провинции Сычуань, однако ставший популярным не только по всему Китаю, но и в китайских ресторанах по всему миру. Судя по названию, суп содержит в себе сбалансированные нотки острого и кислого. Но это вовсе не означает, что он невыносимо жгучий, а кислинка зашкаливает до предела. Суп имеет абсолютно умеренный пикантный вкус. Тем более в процессе приготовления можно регулировать степень остроты и кислинку. И хотя в наше время ингредиенты супа могут отличаться в зависимости от регионов, оригинальный сычуанский вариант включает тофу, ростки бамбука, несколько видов грибов, мясо и бульон с добавлением свиной крови. Номер 8. Цзюадзи и бауадзи. Эти китайские пельменные изделия, известные как цзюадзи, состоящие из тонко раскатанного куска теста с мясной или овощной начинкой являются одним из самых популярных и наиболее часто употребляемых блюд в Китае и Восточной Азии. Их можно подавать в качестве закуски, гарнира или основного блюда, в зависимости от того, как они приготовлены. Пельмени цзюадзи можно разделить на три категории – вареные, приготовленные на пару, и жареные. Несмотря на большое разнообразие рецептов, в качестве начинки традиционно используют свинину и капусту, а подают с приправой из соевого соуса, рисового уксуса и чеснока. Одним из любимых китайских блюд на завтрак и повседневной закуской выступают бао-цзы или просто бао. Они представляют собой приготовленные на пару пышные булочки, начиненные разнообразными начинками, от пикантных до сладких. Популярностью пользуется так называемый бао-бургер, начиненный знаменитым китайским барбекю – свининой чао-шао. Поскольку китайский бургер распространился по многим уголкам мира, в наше время в качестве начинки могут выступать различные ингредиенты. Номер 7. Хот-пот. Это традиционная китайская техника приготовления различных китайских ингредиентов посредством их варки в бульоне, пропитанным ароматными и пряными приправами. Типичные ингредиенты, используемые в хот-потах, включают грибы, тонко нарезанное мясо, тофу, морепродукты, листовые овощи, лапшу и многие другие компоненты. Приготовленные ингредиенты перед поеданием традиционно макают в различного рода соусы, что добавляет целый калейдоскоп невероятных китайских вкусов. Самым популярным является сычуанский хот-пот, который представляет собой ошеломляюще острый бульон на основе различных приправ, перцев чили и пряного сычуанского перца. Это блюдо входит в десятку самых острых блюд в мире. 6. Вантоны и спринг-роллы Вантоны, которые часто называют китайскими равиоли, представляют собой разновидность пельменей или так называемые дамплинги с начинкой из мяса, морепродуктов, грибов или овощей, завернутые в листы из тонкого теста. В большинстве случаев начинка представляет собой фарш. Так как тесто довольно тонкое, овощи заранее слегка обжариваются на воке и внутри остаются хрустящими, а затем поливаются различными соусами для придания вкуса. Жареные вантоны готовятся быстро, поэтому мясной фарш также обжаривается до готовности заранее. Морепродукты, как например креветки, заранее не обжариваются, а помещаются в тесто сырыми, чтобы при приготовлении вантонов не пережарить их. Помимо обжаривания, вантоны варят, запекают и готовят на пару. Вантоны могут подаваться как самостоятельное блюдо, а могут быть дополнением, например для супов. Спринг-роллы – это традиционная китайская закуска, состоящая из тонких листов теста, наполненных различными ингредиентами, которые затем обжаривают во фритюре. Некоторые из наиболее распространенных ингредиентов для начинки включают мясо, креветки, грибы и овощи, которые принято нарезать соломкой. Если после обжаривания спринг-ролла сохраняется хруст завернутых в него овощей, он не имеет внешних дефектов. Спринг-ролл считается идеальным. Обе эти ароматные закуски обычно подают в качестве аперитива в сопровождении многочисленных соусов для макания. 5. Свинина чао-шаа Это блюдо кантонской кухни, популярное по всему Китаю, представляет собой маринованную свинину в пряном соусе и обжаренную на гриле или запеченную в духовке. За пределами Китая оно известно как китайское барбекю. Чао-шаа может выступать как самостоятельное блюдо или стать ингредиентом для более сложного составного блюда. Несмотря на то, что чао-шаа является китайским деликатесом, часто приготовленную свинину добавляют в японский суп рамен и многие другие блюда азиатских кухонь. Как и в большинстве видов барбекю, крайне важно использовать жирное мясо, чтобы оно оставалось сочным в процессе приготовления, в противном случае оно получится сухим. Идеальным куском для этого восхитительного китайского барбекю послужит мясо с лопаточной области свинины. Номер 4. Чоу-мэйн. Именно с этого блюда началась новая эпоха в кулинарии под названием вок-лапша в коробочке. Эта группа блюд характеризуется приготовлением с помощью техники под названием стир-фрай, в основе которой лежит быстрое обжаривание в вок-сковороде. Ингредиенты, входящие в это блюдо, разнятся в зависимости от регионов, поэтому фиксированного рецепта нет. Блюдо может включать лапшу, мясные компоненты, морепродукты, овощи и, конечно же, соус, который придает блюду свою изысканность. Компоненты настоящего вок-блюда подвергаются исключительно обжариванию, а не тушению. Например, овощи принято обжаривать до легкого колера снаружи, однако внутри они остаются хрустящими. Это одно из главных отличительных особенностей этой группы блюд от других. Тренд на лапшу в коробочке начал распространяться по всему миру лишь 15 лет назад, однако в Америке он стал востребован уже давно, о чем наглядно свидетельствует его популяризация в кинематографе. Каждый из нас наблюдал, просматривая иностранные фильмы, особенно 90-х годов, как герои, например, полицейские заказывают коробочки с воком и наслаждаются этим аппетитным блюдом. Номер 3. Кунг Пао. Это восхитительное пикантное блюдо является одним из самых ярких кулинарных символов Китая, а также любимым среди иностранцев. Оно представляет собой классическое блюдо стир фрай из курицы, овощей, аракиса и сычуанского перца, под ярким ароматным соусом. Как и большинство блюд сычуанской кухни, оно обладает характерной остротой и имеет ярко выраженный вкус. Традиционно к основному блюду подается рис, чтобы при желании потушить пожар во рту от огненного великолепия китайской кухни. Номер 2. Кисло-сладкий соус. Это настоящая классика китайской кухни, и в каждой провинции Китая существует своя собственная, не похожая на другие, его вариация. Эта универсальная приправа может использоваться как соус для макания или добавляться в процессе приготовления мясных, рыбных и овощных блюд, таких например как стир фрай. Однако самым знаменитым блюдом, с которого и началось его восхождение на мировой кулинарный олимп, является свинина в кисло-сладком соусе. Визитная карточка китайской кулинарной культуры. Из-за мировой популяризации китайской кухни кисло-сладкий соус стал распространяться по континентам и полюбился многим любителям азиатской кухни. И хотя в первоначальный рецепт соуса входили лишь рисовый уксус и сахар, однако позже стали создавать новые вкусовые сочетания с использованием груши, ананаса и других фруктов. В наши дни существует множество разновидностей этого превосходного соуса на основе соевого и вустерского соусов, различных фруктовых соков, меда и даже кетчупа. Сегодня готовый соус используют не только в традиционных китайских блюдах, но и адаптируют его под свои вкусы в других кулинарных культурах. Номер 1. Утка по-пекински. Это старинное и легендарное блюдо, которое подавали когда-то лишь к столу императора Поднебесной, в наши дни является главным символом великой многовековой китайской кулинарной культуры. Состав глазури из меда, превращающий тушку птицы в произведение кулинарного искусства, является профессиональным секретом китайских поваров. После медленного запекания в духовке хрустящая кожица, покрытая глазурью, настолько хороша, что традиционная утка по-пекински, это прежде всего кожа, и лишь небольшое количество мяса, которое повар нарезает тонкими лонтиками на глазах у восхищенных едоков. Эти лонтики подают с зеленым луком, огурцами, соусом хайсин и блинчиками, а в некоторых случаях блюда дополняют маринованным луком или редисом. А какое ваше самое любимое блюдо китайской кухни? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.